Всем привет, с вами Брейн. Ну что, друзья, сегодня мы начинаем проходить довольно интересный квест. Многие считают, что он является одним из самых продолжительных в игре. И за него можно получить довольно-таки неплохое вознаграждение. А именно, 3 или 5 диэдрических сердец и 3 эмонитовых слитка. Для того, чтобы сделать, к примеру, себе диэдрическую броню, которая считается, по-моему, одной из самых крутых в игрушке Skyrim. Ну что, друзья, смотрите, давайте перемещаться. Так, выбираем карту, давайте найдем где-то у нас... Нет, нет, не то. Я помню, где-то здесь, кажется, Данстар, да. Почему мы перемещаемся именно сюда? Здесь находится музей Мифический Рассвет Сила Весула. Вот такие вот дела, давайте переместимся. Именно этот персонаж, Сил Весул, дает нам квест. Как он там только называется, дай бог памяти вспомнить. Не помню, забыл. В общем, короче говоря, хороший такой интересный квест. И я сейчас посмотрю, что там да как. Значит, квест называется Осколки Былой Славы. Вот, такие вот дела, ребятки. Значит, смотрите, что-то тут как-то неблагополучно нас встретили. Давайте их накажем. Что-то у меня какой-то меч неправильный. Не знаю. Так, перемещаемся в вид от первого лица и начинаем карать. Карательные меры уже предприняты. Нанятый головорез, видите, стреляет. Я даже обыскивать их не буду. Ну что, братишка, давай, иди сюда. Я тебе покажу, как надо делать дела. Имперский солдат. А почему, интересно, нас атакует имперский солдат? Понятно. Все, в общем, понятно, что непонятно ничего. Нас атакуют имперские солдаты. Хотя в прошлой миссии мы уже буквально помогали им. Убили буревестника у Илфрика. Так, ну что, друзья, давайте смотреть. Где-то здесь в Данстаре находится музей Мифический Рассвет. Это не он, случайно? Таверна Пик Ветров. Значит, на окраине Данстара он находится. Но я читал, и мне там подсказывали, что попасть в музей мы сможем только по приглашению, которую нам должен дать гонец Данстар Казармы. А может быть, по карте местности мы с вами посмотрим. Давайте поглядим. Карта местности. Казармы. Белый зал. Давайте погуляем, посмотрим. Это точно не он. Да, белый зал. Помните, мы уже были в Данстаре, мы сюда... Что мы тут делали-то, я уже не помню. А, мы должны были поддельные документы принести, насколько я помню, да? Нам давала Легатрике задание принести поддельные документы. Дом Иргенер. Новичок можно взломать. Значит, на окраине Данстара находится дом. Но я тут был мимолетно, поэтому искать его придется довольно долго. Где же он может быть-то? Давайте поглядим. Я смотрю, Данстар не такой же большой, в принципе, по размерам городишка. Не то. Побегаем, посмотрим, что у нас тут. Вот, смотрите, Сила Веселл дом. Видите, нас пока сюда не пускают, потому что нужен ключ. А без ключа мы не откроем. Значит, нам должен гонец дать приглашение на то, чтобы мы посетили этот музей. Ну хорошо, теперь я хоть знаю, где находится дом нашего персонажа, где мы получим квест Осколки Былой Славы. А что сделать, чтобы получить приглашение? Я, честно говоря, даже не знаю. Может, зайти в таверну, там пообщаться. Давайте поговорим, в чем проблема, ты работаешь на море. Понятненько, здесь еще толкового нет, надо найти таверну. Давайте найдем таверну. Может быть, там что-то есть интересное. Так, таверна всегда должна выделяться среди других зданий, которые здесь есть. Поэтому я возвращаюсь назад. И, если я не ошибаюсь, таверна у нас была что-то с пивом связанное в самом начале, как мы сюда попали, в Донстар. Там была, наверное, вот эта. Нет, Белый зал нет, точно не было. Вот, скорее всего, таверна, видите. Там и вывеска соответственная. Соответственная, соответствующая, я бы так сказал. Да, таверна, пик ветров. Может быть, даже какая-то вероятность того, что в таверне может быть нужный нам персонаж. Смотрите. Эрон Дур, давайте пообщаемся. Что происходит со здешними жителями, дорогой друг? Весь город одолевают ужасные ночные кошмары. Жители в большой опасности. Но, боюсь, я мало что могу для них сделать. Так. Давайте попросим его благополучно свалить. Отвернуться от этих людей, когда их жизнь стоит на кону? Ха! Я не могу так поступить. Это не просто сны. Это следы, которые оставляет владычица Дайдра Вермина, когда пожирает воспоминания людей. Какой в твой план? Мне нужно вернуться к источнику проблемы. Храму призывателей ночи. Может, ты хочешь мне помочь? Что ты имеешь в виду, говоря вернуться? Ты там был уже? Я и так уже много сказал. Если кто-то услышит наш разговор, начнется паника. Я просто прошу тебя довериться мне и помочь спасти Донстар от кошмаров. Значит, у нас есть варианты выбора. Я не могу доверять тебе, так как ты что-то скрываешь. Или я тебе доверяю, и как я могу тебе помочь? Давайте возьмем. Я думаю, этот квест может быть интересен для зрителей, для меня тоже. Чудесно. Госпожа Мара будет довольна. Храм призывателей ночи стоит недалеко от Донстара. Идем, нужно спешить. Понятненько. Смотрите, ходячий кошмар. Мы взяли новый квест. Так, значит, смотрите. Я хотел сделать основной, начать цикл квеста. Сколки Былой Славы. Но так как нету ни гонца, ни самого владельца музея, пока что придется, наверное, повременить, друзья. Повременим на одну-две серии, может быть. Так. Давайте пообщаемся. Может быть, хозяин таверны что-нибудь знает. Посетить храм Азура, видите, нам говорят. Интересная новость. Хорошо. Жалко. Мне говорили, что там квест интересный все-таки. Видите, осколки Былой Славы. Он большой. Довольно длинный, интересный, захватывающий. Но к меру сложный. Вот такие дела. Ну что же, выходим в Скайрим. Так. Смотрите. Уже как бы потемнело немного. Можно следовать за Эрон Дуром. Вот, смотрите. Это, наверное, гонец к нам бежит. Нет? Черт. А я уже так понадеялся, что это гонец. Пошли, дорогой. Будем разведывать, смотреть, что здесь да как. Действительно помочь этим людям. Я больше не могу беспомощно наблюдать их страдания. Отсюда не видно. Или видно? Нету никого. Значит, смотрите. Я еще читал, такая фишка была в игре. Значит, многие люди случайно сюда возвращались. Или наоборот, первый раз сюда попадали в Дант Стар. Когда здесь еще драконы летали. Значит, дракон, бывало, убивал нашего ключевого персонажа. А именно сила Весула. Поэтому многие люди, при всем желании, уже квест взять не могли. Это была просто такая, знаете, черная дыра получалась. Пройти не получается. А персонаж погиб. Многие люди не пользуются читами. Не прибегают к такой особенности. Уязвимость, я бы сказал, в играх. Поэтому придется без этого квеста. Я не знаю, ребят. У нас его пока нету. Единственное, что я знал и слышал, это то, что должен гонец нам принести приглашение. Когда он должен принести приглашение. Что надо для этого сделать, я, к сожалению, не знаю. Ну что ж. Тем не менее, мы продолжаем двигаться. И у нас довольно-таки пока что интересный квест, как по мне. То есть, должно быть что-то интересное. Хотелось бы, конечно, в это верить. Потому что нас не заведут в какую-нибудь жопу. То есть, там не будет кучи проблем. И мы не встретимся с этими эльфами, которые сбежали из Мороуинда. Вот, такие вот дела. А нас, смотрите, ведут все выше в горы. Не знаю, друзья, не знаю. А что у нас по оружию? Это у нас что такое? Я уже давненько не играл в Скайрим. Только недавно приехал с отдыха. Поэтому надо вспоминать, что тут да как. Оружие. Так, соловийный лук. Видите, треугольник. Значит, по-моему, это говорит о том, что именно это оружие в данный момент будет ловить. Лучше, чем все предыдущие. Как-то так. В общем, я, опять же, не вникал в особенности. Где-то случайно я увидел, что треугольник означает, что... Смотрите, стеклянные стрелы. Да, лучше. Видите, урон 18. Урон 16. Сам лук наносит. А что у нас? Эльфийский меч пожирания. Урон 14. В правой руке. А почему? Давайте возьмем лучше древний нордский двуручный меч. У нас хорошо прокачан навык ношения двуручного оружия. Использование. Единственное, что я бы прокачал еще кузнечное дело. Ну что, иди, не бойся. Все нормально. Видите, я достал оружие. И как бы он достает оружие автоматически. В случае беды, то есть мы можем надеяться, что наш персонаж не ступит. Вместе с нами возьмет оружие. И будет предпринимать какие-нибудь уже решительные действия. По мере возникновения определенных проблем. Так. Да, скучно, конечно, идти. Термос, кофе мы с вами не взяли. Поэтому придется как-нибудь выживать в таком суровом климатическом условии. Конечно, мы не Белгриллс. Поэтому для нас там немножко дико. Вот. Хорошо, хоть есть гид, можно сказать, что он выступает у нас в роли гида. Проведет нас на место назначения. А там, скорее всего, мы убьем парочку. Или, может, десяток каких-нибудь врагов. Получим деньги. Или какой-нибудь ненужный амулет. Которых у меня уже скопилось множество. Но я все-таки надеюсь, что мы с вами пройдем квест этот. Который я изначально вам в начале видео говорил. То есть, я записывал этот ролик. Цель направленно. Уже направлялся в Донстар. Хотел пройти, посмотреть. Потому что многие пишут. Пройди, пройди. Тебе понравится. Тебе понравится. Потом, следующая у нас идет. Сбор крови для Септимия Сегония. Там тоже, говорят, сюрприз какой-то есть. Будем смотреть, что там за сюрприз. И третье, это Темное Братство. У меня на канале, в анонсере. Вы можете посмотреть. Так. Темное Братство будет обязательно. Так, ну что. Первые враги появились, смотрите. Паучишки. Паучишка. Не люблю пауков. У меня уже просто паукофобия какая-то. Но они морозная свежесть. Морозный паук, да. Мы знаем. Но они красавчики. Они такие няшные. Реально хочется. Смотрите, это вообще чума какая-то. Погиб так смешно. Ладненько. Так. Ну что, ты живой? Эрандурчик. Вот. Походу, мы практически пришли. Храм призывателей ночи. Видите? Вот такие вот дела. Дела в прокуратуре. У нас делишки. Вот. Ну что. Что у нас здесь? Бочки. Ну тут ничего нет. Зайти нельзя. Значит, выполнено. Отправиться с Эрандуром в храм призывателей ночи и поговорить с ним же. Прежде чем мы войдем, я хочу предупредить об опасностях, которые ждут внутри. Много лет назад на храм напали одержимые местью орки. Их одолевали кошмары. Так же, как теперь жители Донстара. Удалось ли им достичь цели? Нет. Зная, что им не одолеть орков, жрецы Вермины выпустили так называемые миазмы и погрузили всех в сон. Почему это опасно ли, если они не спят? Я боюсь, что когда мы откроем врата, миазмы выветрятся, и тогда они все проснутся. И орки, и жрецы Вермины. А владычица Дайдра Вермина кто это? Вермина обитает в странном царстве под названием Трисина. Это страна кошмаров, где реальность искажается невозможным образом. Из своей цитадели она тянется за нашими воспоминаниями, оставляя за собой видение ужаса и отчаяния. А зачем ей нужны наши воспоминания, Эрандур? Кто знает, может она коллекционирует их и выставляет в магической галереи, как предметы безумного искусства? Как бы то ни было, ее намерения отнюдь неблагие. Хорошо, все, мы с ним пообщались. Тихо, 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 аккуратненько, епта. Попроще будь. Значит, давайте зайдем, проследуем за ним в храм призывателей ночи. Посмотрим. Я думаю, что это определенно какой-то интерес возникнет у нас. Будет интересно смотреть. Без трудных головоломок и побольше каких-то боевочек. Так, давайте смотреть, достаем, что у нас здесь. Вроде бы ничего. Так, что-то здесь не особо много проходов каких-то, видите. Просто реально, на самом деле, храм. То есть, без каких-либо потайных, что это такое. Давайте прочитаем. Воспитание Святой Алисии. Хорошо. Возьмем княженцию с собой, и она всякий пожарный. Так, сюда можно подойти, давайте посмотрим. Значит, утраченные легенды Скайрима. Стоимость 1. Пешком по миру том 11. Давайте возьмем легенды, почитаем. Утраченные легенды Скайрима. Автор Талсгар Старший. Архивариус Уинтерхолда. Как аудиокнига прям, да? История Скайрима так обширна, что уходит корнями глубже древнейших записей людей и меров. Немало ее наследия погибло в огне войны или оказалось погребено под слоем прошедших веков. Хорошо, друзья. Я, конечно, можно все читать, но это очень долгое время. Очень много времени займет. Заблуждение от Таласи. Заблуждение от Таласи. Автор. Леонора Венатус. Имперский посредник в Альдмерском доминионе. Всем гражданам Империи. Безусловно, известны деяния императора Тайвера Септима. Однако, данный труд посвящен его божественному возвышению в качестве Таласа. Отлично. Можно взять книжонку. Хорошо, а куда... Твою мать. Вот я только подумал, что здесь негде пройти. Оказывается, можно. Хорошо, друзья. Движемся дальше. Значит, здесь есть венчик, сожженная книга. Сейчас нам пообещали показать источник кошмаров. Я не хочу кошмары. Не хочу кошмары, твою мать. Не люблю кошмары. Особенно, знаете, бывает на ночь, если поешь, вдруг внезапно. Жор такой нападает. Могут присниться кошмарчики. Значит, что он нам говорит? Пошли. Нельзя терять время. Ну да, кошмары ж не могут ждать. Такой, знаете, фиолетовый такой туман. Он как бы намекает на то, что здесь будут проблемы. Так, что-то лежит. Какого хрена? Так, орки оживают. Давайте поможем им обратно лечь на их место. На койку. Так, орк захватчик. Золото. Отмычка. Клепанная броня. Железный меч. Значит, смотрите, друзья. Пока мы тут идем, я вам расскажу. Мне пишут часто, что я не замечаю какие-то важные сундуки и важные места, где... Проклятье. Так. Жрецы должны быть включили этот барьер, когда выпустили миасмы. Значит, не замечаю в сундуке и вот эти вот все дела. Ну, то, что мне надо, ребят, то я замечаю. А то, что мне не надо, я не замечаю. Я кратко отвечу на ваш вопрос без каких-либо более глобальных рассуждений. Похоже, преодолеть это будет трудно. А похоже, ты невероятно много знаешь об этом месте. Полагаю, уже нет смысла скрывать правду. Мои познания об этом храме происходят из личного опыта. Когда-то я был жрецом Вермины. Так, смотрите, три варианта у нас есть. Продолжение диалога. Мне надо было сразу догадаться, что ты просто кусочек говна. И ты лжец. И все. Ты должен был сказать мне правду. А почему нужно было держать это в секрете? Я думаю, это самый такой нейтральный вопрос. Потому что два последних как бы намекают на то, что нам придется убить Ирандура и мы попадем здесь в ловушку. Так что я думаю, что лучше выбрать первый вариант. Когда на храм напали орки, я бежал. Просил своих братьев и сестер умирать. Последние десятилетия я провел в раскаянии. Пытался искупить вину служа Маре. И благодаря ее доброте я исправлю свои ошибки. Ну что ж, сделали вид, что мы ему поверили. Хорошо, начнем. Байки травить я тоже умею. Библиотеки. Как только приготовишься, мы пойдем. Значит, отправиться с Ирандуром в библиотеку. Он нам говорит. А мы тем временем обыщем еще одного орка захватчика. Значит, касательно сундуков я вам разъяснил. Хорошо. Уже доволен. Значит, здесь мы пока не пройдем. Давайте в библиотеке. Я думаю, что мы с вами найдем какие-то книжки, которые смогут снять заклятие. Это и мы пройдем с вами дальше. Можно пока спрятать наш нордский двуручный меч. Она вон там. Хорошо. Осторожно. Внутри наверняка есть и другие пробужденные. Ну, пробужденные, он не всегда опасен. Видели бы вы, какие люди бывают пробужденные утром. Особенно в понедельник утром, если надо куда-то рано ехать. Или идти на работу, на учебу. Так, ну что, друзья, хватит спать, епта. Вот, отлично. Он получил щи, даже не успел встать. Как говорится, нокаутировали мы его. Давайте обыскивать, кто это вообще такие. Похожи на орков, опять же. Аметист. Золото, отмычка. Стальной слиток, значит. Стальные слитки, и вообще любые слитки, насколько я понял, здесь используются для кузнечного дела. Из них можно делать всевозможные доспехи. Сейчас у вас, наверное, мысля зародилась. Да, какой же ты болван, твою мать. Всю игру прошел, и много дополнительных квестов уже выполнил. А до сих пор не знаю, зачем нужны слитки, и зачем вообще, что такое кузнечное дело. Так, что это... Собираем кровь. Так вот, друзья, значит, проходим игры. Каждый проходит Скайрим так, как он хочет. То есть, проходить игру, советовать чужому человеку играть так, как вы это сделали, это просто верх абсурда. Это не только вообще меня касается. Я как-то смотрел и другие видео других людей. Там люди советуют делать так и так. Вот, ты должен обязательно сделать так, как я это сделал, когда проходил. Просто вас либо проигнорируют, либо пошлют нахер. Просто, напросто. Поэтому каждый дрочит, как он хочет, друзья. Здесь такое дело, это Скайрим, здесь вы творите судьбу других и судьбу своего персонажа. Поэтому, да, если я не пользовался кузнечным делом, выкидываю чешую драконов и не искал доедрические сердца, значит, наверное, я прожил больше 20 лет на белом свете зря. Так, встает еще один ублюдок. Пока они встают, у вас есть несколько моментов, несколько таких удачных, чтобы их убить. Смотрите, мы им отрубили башку. Ну что, приверженец Вермина, теперь ты обезглавлен лично самым главным и самым сексуальным коджитом Скайрима. Накиска обезглавила киску. Конечно, это глупо звучит, но, тем не менее, это смешно. Так. Смотрите, он уже пофи... Я думал, он позеленел, он стал еще больше фиолетовым. А что мы ищем, друг? Мы ищем книгу с алхимическим рецептом под названием «Снахождение». На обложке изображена Вермина. Книга должна быть где-то здесь. Так вот, друзья, значит, если кто-то, если, к примеру, не кто-то, а я, если, например, не пользуюсь кузнечным делом и хожу в какой-то галимой броне с простым мечом, то есть, если я так хожу, значит, мне так нравится, вы же понимаете. Не то, что я там не знаю или там еще что-то не хочу найти. Мне так нравится, мне это подходит. Если мне что-то не нравится, я обязательно сделаю так, чтобы было бы комфортно мне, в первую очередь. А вы уже хотите смотреть, хотите не смотрите. Лично я с удовольствием пересматриваю свои выписки, которые записываю. Даже мне нравится потом пересматривать в компании друзей. Это смешно. Это весело смотреть, наблюдать. Значит, нам сказали найти книгу с изображением этой Вердена или кого-то. Будем искать. Значит, здесь много всевозможных книг. Сожженные. Сожженные. Вот здесь должна быть, наверное, книженца эта. Смотрите, очень много сожженных книг. Так, хорошо. Хорошо, значит. Давайте начнем обыскивать с самого начала. Вот, наверное, да? 16 аккордов безумия, том 5. Шестой. Давайте почитаем. 16 аккордов безумия. Том 6. Комментирует Олег Брэйн. Листаем дальше. История Хирсина. Неизменно гордый и уверенный в себе, безумный принц Обливиона, стоя как-то на пятый день середины года среди бесплодных пиков Скайрима, решил предложить Хирсину паре. Бог охотник материализовался, ибо то был его день, и заинтриговала его самонадеянность Шиагар, Шиагарата. Твою ж мать, тут язык можно сломать от этих слов, читать. Так, ищем книжку. Биография Барензии, том 2. Мне еще говорили момент, ты книги не читаешь, в сюжет не входишь. Конечно, не вхожу, да. Зачем вообще в Скайриме нам сюжет нужен? Проще же побегать, поубивать кого-то. Так, будем читать, хотя бы по абзацику, об Обливионе, Мариан Зинас. Совершенно неверно, хотя и привычно, называть обитателей Обливиона демонами. Эта традиция, возможно, восходит колесианским докторианам пророка 1-ой эры Марука, который, что весьма забавно, сначала запретил сделки с демонами, почему-то демонами, написано, а потом еще нужным объяснить, кто же все-таки такие эти демоны. Да, понятно. Так, продолжаем искать книженцию.